Добрый день коллеги, гостях в Ассоциации предпринимателей Республики Крыма и города Севастополя Светлана Солдатова, бизнес-тример, просто очень хороший, приятный человек, давно с ней знаком. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Спасибо, что согласились к нам прийти. У нас передача посвящена, как вы знаете, начинающим предпринимателям или вообще предпринимателям, которые хотят получить дополнительный опыт. У нас уже достаточно много людей смотрят. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в собственное дело, как вы помогаете предпринимателям о себе, о своем бизнесе? Спасибо за возможность выступить, потому что всегда приятно передавать опыт тем, кто только начинает. Возможно, многие наши ошибки уже никогда не совершат. Как я пришла в бизнес, интересный вопрос, я часто об этом задумываюсь, наверное, это было все-таки предопределено. Потому что с самого раннего детства мне хотелось заниматься чем-то своим, но постоянно вовлеченность в чужие игры и в чужие дела вот это свое как бы отставляла. Карьера началась в бухгалтерской должности, честно скажу, продвигалась, но это не приносило никакого удовольствия. Потом меня переманили в консалтинговую компанию, я с удовольствием работала бизнес-консультантом, правда, недолго. Потому что когда ты видишь, что твой труд, его результаты достаются совершенно другим людям, наверное, хочется, чтобы это принадлежало тебе. Ну вот после работы в консалтинговом бизнесе я рискнула и создала собственный проект. Тогда еще не было никакой фирмы. Это был просто личный консалтинг, выступала как индивидуальный консультант. Ну на сегодняшний день опыт больше 20 лет. И на сегодняшний день у меня есть как личный проект, так и есть партнерская компания, S&D Group, Social Development. Наш девиз вот этого текущего периода времени – это мы меняем людей, а люди меняют мир. Работаем по принципу обслуживания бизнеса по единому органу. То есть достаточно набрать наш телефон или присылать электронную заявку, и наша креативная команда найдет решение любой проблемы. От элементарного помощи в офисе до совершенно нестандартного «Придумайте для нас новую бизнес-идею или найдите нам идеального сотрудника». Как обратиться? Сразу же вопрос. Сайт, ресурс? Есть. Куда? Что? Бежать? Естественно, есть у нас веб-сайт sit-group.biz. Есть возможность позвонить нам по телефону, есть возможность найти доступ к карте социальной сети, то есть можно найти легко страничку. И, естественно, через прямой сайт или обращение на странице или телефон позвонить нам и задать свои вопросы. Очень часто нам звонят с вопросом таким, которые не требуют сильного нашего участия, то есть тот, кто консультирует этот элемент по телефону, он просто дает ответ, и предприниматель счастлив. Мы стараемся быть социально ответственным бизнесом. То, что не нужно придумать, и то, что у нас уже есть как актив, мы с удовольствием отдаем предпринимателям, которые просто задают такие, скажем, рядовые вопросы. А вот не классические случаи. У нас сейчас есть проект достаточно крупный, который требует два месяца нашей подготовки всей команды для того, чтобы только приступить к реализации. Поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Это очень крупный бизнес, свыше тысячи сотрудников, и это будет постановка полной системы управленческого учета, и HR-проект, то есть возможность управления большой командой людей для того, чтобы они генерировали общий результат. Когда заходишь на, бывает часто, интернет-ресурсы, ну, важные компании, и там есть такое, часто задаваемые вопросы, да? Вот, ты упомянула, что есть вопросы у предпринимателей, которые звонят вам, какого-то сервисного службы, и вы делитесь своим уже опытом, ну, пока более 20 лет. А может, навскидку, хотя бы, один-два вопроса, которые задают? Ну, самый частый выдаваемый вопрос, где мне взять денег? То есть, это вопрос... Где мне взять денег? Где мне взять денег? Ну, для начала, мы всегда спрашиваем, для чего вам деньги? Потому что большинству предпринимателей на самом деле нужны не деньги, и вот эти деньги, которые кажется, что их нет, и поэтому я не стартую, они становятся такой точкой неотправки бизнеса в добрый путь. То есть, на самом деле, большинству предпринимателей достаточно владения идеей, а деньги – это быстро находимый ресурс. Мы работаем с партнерскими компаниями, как на Материке, так и в Крыму, для того, чтобы инвестировать в проекты. И вот, горжусь честно, в этом году мы впервые стали два раза уже бизнес-ангелами. То есть, это компания, взрослая компания взрослых людей, взрослых предпринимателей, которая поддерживает стартапы. То есть, у нас есть две девушки, это тоже какое-то течение времени современное предпринимательные девушки, которые каждая пришла сначала заниматься к нам на работу, но не попав к нам на работу, потому что, на самом деле, они не нуждаются на кого-то работать. Они сказали, что каждый из них сказал, у меня есть идея, мы ее поддержали, и эти идеи мы поддерживаем как финансово, так и организационно. То есть, бизнес-ангелы – это люди, которые в первый год создания идеи дают возможность этой идее расти под определенной защитой, что ли, от внешнего мира. То есть, мы консультируем, это не прямая инкубация, все-таки мы являемся совладельцами проекта, то есть, мы не выступаем как сторонняя организация, которая просто помогает. Но, с точки зрения молодых предпринимателей, вот работа с бизнес-ангелом, чем хороша? Бизнес-ангел однозначно будет оберегать от многого того, чего в первый год нежелательно делать. То есть, мы вовремя говорим, остановитесь, не глядите вот направо, потому что нужно идти на самом деле налево. И горжусь, знаете, чем? Тем, что смогли переворвать в себе желание только собственные проекты, а стали брать младших партнеров, то есть, тех людей, которые еще не имеют предпринимательского опыта. У меня в компании есть бизнес-партнер, то есть, мы вместе, свободно наш опыт больше 30 лет ведения бизнеса двоих, но мы все-таки над собой сделали определенные усилия и перестали быть такими единоличными владельцами всего, что делает наша компания. То есть, стали приглашать с удовольствием младших партнеров. Это предприниматели, которые горят, но еще не умеют как. И заниматься ими, это требует очень большого количества времени, ну, естественно, финансовых вложений, но на самом деле, отдача от таких проектов на максимуме. Примерно какой-то процент идет? Вот я, допустим, молодой предприниматель, да, я прохожу к тебе, к партнеру твоему, да, вы там начинаете со мной работать, какая-то бизнес-идея, ну, примерно, можешь пример сказать, вот инвестирование. Ну, вот, я своими словами скажу, про моего инкубатора, да, вы говорите, вот примерно, в каком проценте идет ваша доля на бизнесе, это какого-то участия, денег, времени. Значит, что касается времени. Что вы даете, вот, и что хотите взять? Очень хороший вопрос, что мы даем? Первое, что мы даем, мы отдаем время и опыт. То есть мы с удовольствием обсуждаем идею, мы помогаем этой бизнес-идеей родиться, помогаем ей стать жизнеспособной и такой, который действительно будет долгое время на рынке. Второе, да, мы инвестируем, но у нас есть ограничения, как у любой финансовой организации, мы не рассматриваем на рынке меньше 30% собственного капитала владельца идеи. Скажу почему. Принцип здесь простой. Если человек готов рисковать только наших деньгами, это игрок. Человек-предприниматель, он должен понимать, что риски его деньгами, у него тоже могут быть потери, отдавать себе отчет в принимаемых решениях. Что касается разделения результатов, то есть мы пока не можем сказать о прибыли, потому что это очень молодые проекты, то есть первый из них начался в феврале и второй в марте, и на самом деле они молодые для того, чтобы стать прибыльными проектами, то есть у них еще другой период, скажем так, роста. Но что касается результативности, то мы заключаем инвестиционный договор, в результате которого каждый из сторон получает свой процент от результата. Но на сегодняшний день финансово мы точно ничего не получаем, кроме удовольствия от того, что идея растет и счастливый класс обладателя идеи, потому что у них, у этих девушек наконец-то стало все получаться, то есть прямого финансового интереса нет. Я скажу, что ожидаемый финансовый результат там ожидается начиная со второго года, и раздел будет пропорционален сумме инвестиций внесенной. То есть мы становимся совладельцами проекта, это не отдельное предприятие, это проект, который реализуется на основе соглашения двух сторон. Когда говоришь про девочек блестящими глазами, я думаю, что это про себя говоришь. Ну да, да. Я с блестящими глазами сохраненными, конечно, приятно, когда говорят, девушка, но все-таки я уже такой предприниматель со стажем, и скорее бизнес-леди, которая давно занимается бизнесом, но от этого не потеряла вкус, что такой классный результат. Понятно. А вот скажи вопрос, как ты первый раз пришла в бизнес, предпринимательство? Это был успешный опыт? Ну я в любом случае считаю, что любое жизненное действие, оно в любом случае успешное, потому что либо мы получаем опыт и результат, либо просто опыт. Но вот твой первый опыт предпринимательства, может это вам, я не знаю, там… Конечно, могу рассказать, и, наверное, еще много лет буду рассказывать, потому что это один из самых часто задаваемых вопросов. То есть как вы пришли в бизнес, что вы считаете самым большим приобретением за время бизнеса, и что самая большая потеря? Я скажу, что, во-первых, с учетом, что я женщина, бизнес наш менее рисковый, чем у мужчин. То есть предпринимать в зоне, где у нас будут провалы, мы просто даже не начинаем, если честно. И чаще себе говорим, не очень-то и хотелось, не туда я шла и так далее. То есть у меня, в принципе, первый бизнес-проект, который был, он был абсолютно минимально рисковый, и отсюда был первый же доход. Чем я занималась? Я взяла консалтинговый проект как индивидуальный консультант по созданию системы финансирования предприятия, бюджетирования. Я по образованию первая математика, второй финансы. То есть и всю жизнь я занималась финансами, финансовой деятельностью и финансовым консультированием. И после того, как я ушла из консалтинговой компании, где я тоже занималась финансовым консультированием, я решила, что я могу это же все делать на свободном рынке. С какими я столкнулась с проблемами? Проблема номер один – это когда в консалтинговой компании есть поток клиентов, который генерирует сам бренд и его владельцы. В индивидуальном консультировании возможность, когда ты начинающий консультант уговорить, что этот проект нужно сделать у тебя, иногда приходится доплачивать, как я говорю, то есть прямой финансового интереса, когда у тебя нет имени и нет результативности, естественно, никто не видит с тобой возможности участвовать. Но я сказала, что давайте мы посмотрим на результаты. Это, кстати, шаг я рекомендую делать всем начинающим предпринимателям. Если вы уверены в себе, но у вас не уверен ваш клиент, договоритесь о том, что, померив результативность, вы примете решение, стоит это денег или нет для бизнеса. Потому что, когда приходят и говорят, да я точно вам дам, вот стоит это столько-то, на самом деле человек, который только начинает, не может сказать, сколько стоит его час или сколько стоит его работа. Мой первый проект был созданием финансового бюджетирования, финансовая система предприятия, а потом я долгое время занималась написанием бизнес-планов. Там на самом деле риски тоже минимальны, потому что это жесткая система, которую нужно знать для того, чтобы просто выполнить все пошагово и получить результат документов. Поскольку я не отвечала за результаты этого проекта и за его реализацию, я отвечала только за создание документа. И вот долгие годы, годы 5-6 лет я писала бизнес-планы, и это было мое такое консультирование. То есть я прихожу на предприятие, делаю такое обследование, у меня был опросник, то есть я по этому опроснику опрашиваю и запрашиваю информацию, потом сажусь там себе спокойно дома, то есть это было такое именно самозанятость, такое предпринимательство. И естественно создаю документ, потом его согласовываю заказчиком, когда он принят, он либо уходит инвестор, либо ложится там в кредитный комитет, то есть в зависимости для чего подготовлен бизнес-план. Но скажу сразу, когда ты делаешь одну и ту же работу, ты очень часто начинаешь уставать только потому, что она монотонна. Даже с учетом, что это бизнес-план, и все равно ты от этого устаешь. И вот когда я стала уставать от бизнес-плаков, мне захотелось попробовать какие-то другие зоны консультирования, кроме финансов. Вы, наверное, удивитесь, но сейчас я в зоне финансового консультирования, в принципе, это скорее редкость. То есть я делаю маркетинг-проекты и HR-проекты. Все, что связано с управлением персонала и маркетинг, это то, чем я сейчас занимаюсь. То есть у меня в моей личной деятельности и в компании я отвечаю за три ветки. Стратегия реализации идей, все вокруг стратегии, управление персоналом и маркетинг, как стратегически, так и тактически. Я ушла от финансов, потому что когда ты каждый день делаешь одно и то же, тебе начинает надоедать твоя работа, ты профессионально выгораешь. Вот чтобы избежать выгорания, у меня есть такой прием, я часто о нем говорю, каждые полгода я беру новую зону, в которой я никогда не реализовывала никаких проектов. То есть зона комфорта будет? Обязательно. И начинаю изучать новое для того, чтобы попытаться когда-то, спустя энное количество времени, там сделать для кого-то проект. Но пока что изучаю сама. То есть это происходит каждые полгода. Так я стала копирайтером, хотя я копирайтером не работаю, но мои тексты прекрасно выполняют свою функцию продающих текстов. Если очень нужно, я их пишу, но это не моя профессия. Точно так же я стала СММщиком самой для себя, потому что не могла найти менеджера. То есть каждое полгода необходимо, на мой взгляд, для того, чтобы не выбирать, особенно вот кто консалтингом занимается, нужно брать новую зону. Да, профи ты станешь через X лет, как правило, года 3-4. Но начинать эту зону ради профессионального личного роста это то, что нас развивает. Но здесь еще интересный такой момент есть. Это с энергия, да? Когда у тебя есть знания отсюда, 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 с разных областей. Во-первых, ты знаешь, что это есть. Во-вторых, ты уже знаешь, как в этом действовать. Если ты даже нанимаешь сотрудника, допустим, на СММ-пиарщика, то ты уже можешь хотя бы проверить его работу или четко поставить задачу. У меня, честно, подобный опыт был. Я занимался одной сфер. У меня около 30 видов практически деятельности. Сельского хозяйства, IT-технологий. И в том числе некоторые бизнесы продолжаю ее вести. Но интересный такой момент. Я вот уставал. И я оставлял предприятия на наемных сотрудников либо на партнеров. И переходил вообще абсолютно в другое. Даже такие вещи были совсем кардинально разные. А то и программирование. Раз, у нас ферма свинячая, там 75 свиней бегают и так далее. И там целый проект. И свиноматки, и прививки. Еще не будем разные вещи говорить. Реализация и так далее. Работа с ресторанами и уже совсем другое. То есть это, в принципе, я считаю, что для предпринимателя полезно. Смена зон, да. И к тому же ты становишься человеком, у которого есть разносторонний опыт. Это раз. И второе. Ты можешь посмотреть на свой предыдущий бизнес с точки зрения соседей по отрасли. То есть ты смотришь сначала взглядом фермера, допустим, на деятельность IT-шную. А потом опять возвращаешься в IT, и ты лучше понимаешь своих клиентов. То есть мы тоже за вот такую вот мозаику. И скажу честно, что в отличие, я еще раз повторюсь, что женский путь в бизнесе и мужской, они абсолютно разные. Я никогда не тяготела до недавнего времени, и скажу почему, к созданию собственной компании. То есть у меня есть личный бренд. Я им занималась очень плотно. Я занималась его развитием. Но весь мой бренд был построен на том, что есть я, есть то, что я умею делать. У меня есть команда людей, которые мне помогают. То есть это не формат компании, где у каждого своя ответственность, а это именно командная такая работа. Я скажу, что женщине в бизнесе достаточно непросто, потому что нужно системно удерживаться в постоянной занятости. Женщины любят мозаику чувства и эмоций. То есть нам хочется все время новенького, а в офисе, как ни приходи, там все время старенькая и очень старенькая. Поэтому у меня такого желания не было, но в прошлом году осенью я познакомилась с предпринимателем именно как бизнес-консультант, который уже через месяц нашего знакомства предложил мне создание общей компании на партнерских началах для того, чтобы объединить наши бизнесы и создать новый вот этот продукт именно за счет синергии. То есть отрасли, в которых мы занимались деятельностью, вообще ничем не похожи друг с другом. И соединение этих отраслей привело как раз к тому, что одна из отраслей является обеспечивающей, на сегодняшний день новый проект нуждается в инвестициях. То есть одна из отраслей обеспечивает, а другая стала флагманом именно продаж. То есть на сегодняшний день за счет брендов, которые у нас есть у каждого в своей сфере, мы по-прежнему привлекательны для своих клиентов. И несмотря на то, что мы теперь работаем под новым брендом, они с удовольствием с вами поддерживают отношения. И еще очень сильно интересуются, что это вы такое придумали, зачем вам новое название. То есть это вызывает определенный интерес. У нас есть знакомые рестораторы, они по материковой части России работают. У них правило в компании, у них ресторан, да? Они полностью меняют практически персонал, кроме там может быть шиповаров, это они всегда там каких-то управленцев, таких уже полностью меняют фасадную внутреннюю часть, интерьеры полностью меняют, полностью меняют кухню. Притом в прямом смысле, вот все уберут, выносят, ломают. Это у них правило. То есть максимальный ресторан может работать 10 лет. А потом, ну, потом уже все заново, смотришь, уже другое название, все другое. Но у них такое, скажем так, выше среднего ресторана и в любом случае там очень много на личностных отношениях либо управленцев, либо директоров, соответственно, ну и плюс места хорошие. Соответственно, люди достаточно быстро, они в течение года свою клиентскую базу наполняют старыми клиентами. Ну, уже, и уже новые заходят, да? То есть, и вот, кажется, ребята, зачем мы делали, у вас же хороший бизнес, зачем нам полтора года закрывать заведение, все там выносить, ну, и заново. Ну, а с другой стороны, ну, вот такой интересный опыт. Я скажу, что этому есть объяснение. То есть, любая концепция, какой бы она ни была хорошей, начиная с седьмого года ее реализации, становится настолько обыденной вещью, то обновление уже стоит гораздо больше денег, чем реинновация глобальная, то есть перестройка бизнеса как такового. Вот есть интересный опыт предпринимательства, например, в Японии. То есть, в Японии любой сотрудник работает в какой-то сфере деятельности за всю свою жизнь не больше семи лет. Когда у него истекает седьмой год, например, я семь лет маркетолог. Вот у меня заканчивается седьмой год в маркетинге, меня приглашает мое руководство, я говорю, вы супермаркетолог, скажите, пожалуйста, следующие семь лет кем вы будете в нашей компании. Если я скажу, что я буду маркетологом, мне откажут, то есть я не смогу быть маркетологом. Я должна выбрать зону новую, например, я говорю, хорошо, теперь я иду в управление персоналом. Они говорят, добро пожаловать, и вот за счет этого обнуления человека, вот вершины, куда он поднялся, вот это снова внизу, тебе хочется быстрее вырасти. Они получают эффект вот такого стремительного роста внутри персонала. Но вот ваши знакомые, которые владельцы ресторанного бизнеса, они это делают для себя в ресторанном бизнесе. Потому что создав идеальную концепцию, проходит 2-3 года, ты начинаешь где-то еще что-то увидеть, что-то придумал. И ты в готовую концепцию просто не можешь это внести. Не можешь. Именно для этого нужно свернуть проект. Еще желательно последние полгода говорить, что мы работаем, осталось там 180 дней. Да, так и было. Вот, видите, это замечательно. Я консультант, самая моя большая сфера, это хорика, то есть отели, рестораны, бары. Нужно, чтобы сильно заскучали, нужно, чтобы забегали, потому что больше этого не будет никогда. И после этого нужно закрыть и создать ощущение потери. И вот в момент, когда в следующий раз откроется ресторанная дверь, конечно, каждый туда будет стремиться, чтобы увидеть, что сделали еще. Ну и к тому же они таким образом выстраивают отношения с клиентами, что все, что они слышат, например, неподходящее сейчас под концепцию, они могут в следующий раз реализовать. И плюс они четко знают, что у них есть всего 10 лет для того, чтобы придумать более крутой ресторан, чем есть у них. И гораздо быстрее выйти на тот уровень, который с тебя тут открывается. Ну, действительно, они, кстати, приглашали всех при открытии старых клиентов, обзвонили. Не сразу, но потом выдали все равно дисконты. Может быть, там и самые большие, но выдали. Ну, то есть, если у меня там было 35%, мы сделали 15%, ну, в новом уже ресторане, да, а в старом было 35%. Но, тем не менее, обязательно прислушивались к меню и не видя кого-то опроса, отписки, а чуть ли не менее хозяин, директор присаживался непосредственно к нам за стол, спрашивал, что нравится, что не нравится. Бывало даже случаев, вот мне там что-то там не нравилось, но были вначале такие просчеты. Шеф-повара даже, иди сюда, послушай, это наш клиент, то, что он говорит, это не просто эмоции. Они не безразличные люди, и вот это не безразличность бизнеса, когда тебе не все равно, что думает твой клиент. Это она возвращается потом в столице, когда хочется ходить в заведение, где ты не посторонний человек, а самый главный. Вот мы это называем такой сервис гостеприимства, то есть, как самому дорогому госту спросить, как вам у нас нравится, что вам нравится, чего вам не хватает. Ну, нас часто задаваем вопрос, вот мы делаем вопросы, например, в ресторане. Мы спрашиваем, за что вы нас любите? Для чего мы это делаем? Для того, чтобы все те жемчужины, которые мы, возможно, даже не осознаем, но которые ценят наши клиенты, смочь сохранить. Потому что очень часто, когда мы к своему бизнесу относимся так, что каждый день мы внутри, мы уже не видим, что в нем хорошего, что в нем плохого. У него в целом хорошего, мы занимаемся, и этого достаточно. Потом еще один из вопросов, мы спрашиваем, чего вам не хватает в меню? То есть, иногда получается такой совет, который никогда ни один бизнес-консультант придумать не может. Человек говорит, я был там-то, там-то, путешествовал в Италии, вот знаете, у них есть такая-то фишка. Ты забираешь эту фишку, начинаешь ее обкатывать внутри концепции, и раз у тебя получается новинка, которая украсит твой сезон, например, летних меню. То есть, нужно обязательно контактировать с гостями. Сейчас у нас есть крупный ресторанный проект, вот здесь мы занимаемся в Симферополе такими городскими ресторанами, не прибрежными, а именно городскими всесезонными. Мы тоже сейчас, кроме обновленного меню, но этим больше занимается, это все-таки поварская задача, мы сейчас подтачиваем концепцию, потому что уже многократно все были в этих ресторанах, все их прекрасно знают, что-то такая новизна, чтобы опять захотелось возвращаться, возвращаться и возвращаться. Интересно. А скажи, пожалуйста, так, на вскидочку, там, может, 3-4 компании, кто ваши клиенты? Ой, я не скажу, честно. Понятно. Даже не произнесся. Я скажу, почему, потому что... Ну, тогда не важно. Нет, скажу, почему не скажу. Не важно. А я не хочу. Слушать. Вот так, что коммерческие тайны и вот эта консалтинговая особенность. Я скажу так, что большинство компаний не хотят, чтобы знали, что мы ими занимались. Знаете почему? Приятно вырасти самому. И поэтому бизнес-консультанту достаются и консалтинговым компаниям деньги, а лавры победителя достаются все-таки нашему клиенту. Но скажу об одном проекте. У меня есть письменное согласие владельцев этого проекта для того, чтобы я могла рассказывать и показывать именно, чем мы занимаемся. В Крыму есть такой курорт, называется Golden Resort, он находится в Алуште. Он назывался когда-то «Золотой голос», и вот этот процесс постановки системы гостеприимства и обучения персонала – это годовой проект, в котором мы принимали участие самое активное. И благодаря тому, что эта система поддерживается под сегодняшний день, в топ-3 входит Golden всех крымских отелей именно такого семейного направления по оценкам TripAdvisor и на сайтах для путешественников. То есть чем мы занимались? Мы начали обучение с самого верха, то есть это были руководители. Как только обучились руководители, стали обучать их специалистов и заниматься постоянно на тренинговой основе, плюс прописанные стандарты, что такое гостеприимно встречать туристов, что такое обслуживать на уровне 21 века именно в гостиничном хозяйстве, в ресторанном комплексе. Как взаимодействовать, как продавать, как отвечать по телефону, то есть что должна делать горничная, почему нужно здороваться, как нужно убирать номер, чтобы это было достигременно, а не просто чисто. И тому подобные вещи, то есть это получается вся система менеджмента предприятий. Бальзам. Есть накипевшие вопросы. Просто мы можем о тебе передваять, так, чтобы у нас был диалог. Я просто много где путешествовал, вообще считаю, что путешествия, оно входит, наверное, в тройку лучших инвестиций. То есть если не знаешь, куда инвестировать, путешествовать, либо открывай новый бизнес. Да. Вот. Но вот этот вопрос такой, что я в детстве сталкивался, ну даже в тему тараканьи какого-нибудь там Египте, или там непонятно, там Турции, настолько классный сервис, что тебе, ну знаешь, как вот все улыбаются, все рады. Не важно, даже искренне это делать или нет, хотя искренность это важна, безусловно, но они делают все правильно, все четко, четко делают. Вот в Крыму реально с этим была проблема, но я в последние годы могу сказать, что эта ситуация достаточно выровнялась, выравнивается. Еще в маленьких отелях это не всегда, вот, а вот уже крупные отели, когда уже заходят, ну, я недавно отдыхал, ну, как это там, в Ласпи, по-моему, да, в Ласпи, вот, отель там очень крупный есть, то есть у них там 5 бассейнов на улице, внутри спа-центр, все, но настолько серьезно, серьезно уровнем персонал, вот, от самого начала, там, от парковщика, охранника, который тебя запускает на территорию, там, и заканчивая, вот, там, менеджерами, кухней, сервисом, ну, вот, честно, ходишь, и вот, как в раю. Это очень важно. И самое главное, вне сезон, вне сезон, вне сезон, вне сезон, вне сезон, в принципе, для крымчан достаточно дорогие цены, а вне сезон, ну, мы там за выходные платили за двоих завтраками, при том, с очень серьезными завтраками, что даже, ну, все просто не съешь, или с фуршетами, ну, прям, действительно, хорошо, не так, что там две колбаски порезали в каких-нибудь вареных, а вот, все, со спа-центрами, с портами, с тренажерами, с бассейнами, там, всякими еще мероприятиями небольшими, ну, что-то было в сутки, мы платили в районе около двух-двух с половиной тысяч рублей за двоих, да, то есть, и с хорошим номером примерно по 60 с лишним квадратов, то есть, с большими потолками, ну, то есть, есть у нас такой сервис, кстати, крымчанам рекомендую отдыхать с семьей достаточно, есть такие варианты у нас акционные, где можно поехать отдохнуть. Сейчас большинство отелей, которые думают о перспективах развития своей деятельности, имеют специальные тарифы, я крымчанин и наподобие, то есть, когда при предъявлении крымского паспорта человек получит особые условия, почему? Потому что это фактически его дом, ну, только отнесены там на 40-80 километров, и я тоже рекомендую и сама с удовольствием пользуюсь в межсезонье посещение тех отелей, которые в сезон просто ориентированы на совершенно другую цельную логику, то есть, можно прекрасно провести 3 дня, отдохнуть так, что кажется, что взглянулся из отпуска. И что касается сервиса гостеприимства, надо сказать, что, например, когда это некий сетевой отель, то там вот это наследование сервиса, это происходит очень просто, в материнском отеле происходит обучение, все проходят стажировку и переезжают открывающей командой на новое место. Ну, у меня есть даже такой хэштег, его многие знают, кто меня слушает, читает, пишется в одно слово, как положено, крымнестелет. Что это такое? Это значит, что в Крыму почему-то считается, что работа в сервисе – это какая-то такая низкоквалификационная что-ли работа. Я не согласен. Я абсолютно с этим не согласна, и я как раз борец против этого. Сервисная работа – это одна из самых высококвалифицированных работ, потому что ты имеешь прямое касание с самым драгоценным душой человека. Какой в номере матрас – это очень важно. Но любой матрас может прекрасно обволакивать сервис того отеля, куда приезжаешь. И все шероховатости, связанные с питанием, кому-то не хватило парковки, где-то далеко находится море, поправляются прекрасно за счет сервиса. Я вот часто говорю такую фразу, что у вас может быть отель на две звезды, то есть у вас будет пятизвездочный сервис, к вам будут стремиться как в пятизвездочный отель. То есть несмотря на материально-техническую базу, многие говорят, вот, хорошо повезло этому отелю, тому отелю повезло. Всем повезло, потому что у всех работают люди, которые могут дать вот этот сервис, ощущение гостеприимства, и тогда будут возвращаться. Очень многие крымские отели не понимают, что возвращаются, да, на море, но на море в конкретном кусочке территории, где работают конкретные люди. Вот, кстати, такой вопрос. Вернемся к туризму. Есть вопросы по туризму, еще и зоны комфорта тебе можно? Да. Вот, допустим, у тебя нет возможности отказаться, тебе нужно открыть, так тебе захотелось, знаете, тебе новый вид бизнеса, ну, скажем так, ремонт автомобиля. Вот, давай, 7 пунктов есть у тебя. Что делать, да? Что делать? Что ты можешь делать? Первое, что я буду делать, я сяду за руль автомобиля и поеду, посмотрю, где и кто, и как организует подобную работу в том городе, где я планирую открываться. То есть, например, это будет Симферополь. Я посвящу нужное количество времени, где-то, может быть, мне хватит недели, кому-то больше, кому-то меньше, для того, чтобы посмотреть, какие вообще сервисы технического обслуживания автомобилей существуют. После этого я разделюсь на две группы. Те, кто мне никогда не будет конкурентом, потому что либо мельче, либо солиднее, то есть, если это официальные сервисы, и все остальные, кто будут моими конкурентами. Потом я повторно прокачусь по конкурентам с целью выявить, это второй шаг, две такие, две модели нужны. Первое, что они делают просто супер, мне хочется повторить у себя, и где у них грабли. Возможно, попробую где-то обслужить свою машину, чтобы почувствовать, как они это делают, то есть внутренний сервис. Но это надо будет смотреть конкретно, у кого захочется вообще доверить свой автомобиль. После этого я возьму листик, может быть два, не больше, и напишу план действий. То есть, первое, мне нужно будет подобрать территорию, где это будет осуществляться. При этом ключевыми пунктами будет не стоимость этого ресурса, а удобство для моей целевой аудитории подъезда к тому месту, где я буду осуществлять свое обслуживание, а также наличие парковки. Второй момент, я задамся вопросом, будет ли у меня допсервис. То есть, например, буду ли я открываться вместе с мойкой, или я буду открываться только СТО. Если я буду открываться вместе с мойкой, будет ли у меня там экспресс-маникюр для девушек, или что-то у меня будет. То есть, подумаю над дополнительными услугами. Потому что, продавая базовый продукт, к сожалению, уходит очень много времени, чтобы построить его доходность. А вот за счет услуг я могу набирать эту доходность и достаточно быстро выровняться и выйти на такую, скажем, обупавленность. Если я не зарегистрирована как субъект хозяйствования, следующим шагом я отправляюсь в налоговую инспекцию, естественно, становлюсь предпринимателем. Я вообще не рекомендую, честно скажу, и сама такая, не рекомендую себе тоже заниматься предпринимателем без официальной регистрации, без выбора системы налогообложения и работать, как говорится, на карман. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, это очень опасно. Это большая ответственность. Следующее, чем я займусь, параллельно возможности регистрации, я буду присматривать персонал. Буду ли я кого-то перекупать, все будет зависеть, с кем я хочу конкурировать. Если я хочу кого-то выбить с рынка, то первое, что я постараюсь сделать, это где-то там 30% персонала аккуратненько увезти к себе в компанию, и тот бизнес обвалится самостоятельно. Ну, это кто что любит в конкурентной борьбе. На самом деле, хэдхантинг, то есть перекупка персонала, это один из центральных инструментов быстрого результата в конкурентной борьбе. Следующее, что я сделаю, проведу собеседование, кого-то возьму на работу, к этому моменту получу документы, заключу договор аренд на земельный участок или куплю, смотря, что я буду делать. Потом построю, если нет технического помещения, куплю оборудование, и параллельно с заключенным договором на землю, сделаю хорошие промо в интернет, для того, чтобы начинать вызывать интерес к тому, чем буду заниматься, и привлекать клиентов. А потом перережу ленточку, выключаю и займусь работой после 12 часов в сутки. Понятно. А учиться автомобильному делу будешь? Нет. Честно скажу, я управляю автомобилем, у меня большой опыт, но это не позволяет мне технически ремонтировать автомобиль, но я скажу, что мой управленческий опыт в других сферах деятельности абсолютно мне позволяет сейчас управлять любым видом деятельности, не имею специального образования. Управленец выше, чем специалист, потому что у управленца есть возможность консультации со специалистом и получение дополнительных знаний. Когда-то я говорила, что я не буду работать со строительной компанией, потому что я ничего не понимаю в стройке, и вот первый же большой проект, который был у меня в консалтинге именно в сфере строительства, существенно поднял меня на новый уровень понимания, что такое инженерия в строительстве, кто такие инженеры-строители, чем они вообще занимаются. Так что я буду набираться знаний по мере контакта со своими же специалистами. Ну, мне показалось, что она раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ты прям... Так я это регулярно делаю, это и звук. Прям видно профессионалу, видно профессионалу. Вот. Скажи такой вопрос. Так, что... Вот туризм, юрисдикция Украины. Туризм, ну, по-моему, я тебе много говорил, я так-то не знаю. Туризм и юрисдикция Российской Федерации, а туризм у нас является приоритетным, одним из приоритетных источников дохода и развития федерального для нашего региона, для полуострова Крыма. В чем отличие, опять-таки, что хорошо, что не очень хорошо? Именно для туризма. Да. Если брать организационные моменты, то, в принципе, в российском юридическом поле все ситуации более зарегулированы, то есть закон действует, он жестче, и его соблюдение требует определенной аккуратности и последовательности шагов. В украинской юрисдикции было много таких петелек, через которые можно было выскальзывать между разными законами. Здесь сбалансированное право, и я рекомендую всем своим клиентам, и тем, кто нас слушает, тем, кто нас смотрит, не совершает центральные ошибки, не пытаться обойти закон, потому что штрафы в российской юрисдикции гораздо выше, чем при Украине, они в десятки раз. Это, кстати, я за большие штрафы. Я за большие штрафы, потому что появляется ответственность не совершать определенных поступков, потому что они тебе просто не по карману. И если тот же визит пожарной безопасности, пожарная, которую контролирует МЧС, может обойтись в штраф под 500 тысяч рублей, то, наверное, хочется обеспечить пожарную безопасность так, чтобы штраф тебе не грозит. С другой стороны, если взять те же проверяющие органы, то при Украине нужно было обязательно принести акт с каким-нибудь изъяном для того, чтобы был штраф. При России это отсутствует как необходимость. То есть все инспекторы, которые нас проверяли, с которыми мы знакомы, они проверяют действительно соблюдение закона. То есть принесенный пустой акт – это такая же работа для человека, как принесенный с какими-то нарушениями. При Украине этого не было. Что касается самого туризма, то сейчас усилились меры, которые связаны с получением лицензии и разрешения. То есть их все сложнее получать, но это опять-таки делает рынок чище. Потому что если посмотреть даже на российский рынок крупных игроков, что происходит с туристическими операторами, которые крупные операторы целых рынков, и все равно они проваливаются, и под этим погреблены не только надежды, но и деньги определенного количества людей, то я тоже за повышенную безопасность путем выдачи лицензии не всем, кто хочет. Что касается вообще туристической деятельности, конечно, у Крыма сейчас высокий уровень зависимости от решения транспортных вопросов. Да, переправа, конечно, сейчас работает не так, как в 2014 году. Все об этом знают. Нужно приезжать, можно ездить, все в порядке. Но опять-таки зависимость от погодных условий, то же самое касается нагрузки на аэропорт. То есть сейчас центральная проблема для туристического оператора, как по мне, это вот это промежуточное время использовать не для того, чтобы стонать, а для того, чтобы встать на ноги юридически, и для того, чтобы подготовить сервис к приему туристов после строительства моста и решения транспортных вопросов путем разворачивания аэропорта Симферополя, который станет в разы больше, чем то, что есть сейчас. Конечно, сюда хлынет поток. Я часто бываю на материке. Бешеный интерес к отдыху в Крыму. Единственное, что туристы, они не всегда готовы к экстремальным путешествиям и преодолевать вот эти вот транспортные вопросы не все любят. Но как только это сбалансируется, сюда приходит, естественно, поток отдыхающих, и вот тут нужно быть готовым. И еще одна проблема, которая при Украине была неочевидна, а сейчас стала очевидной. При Украине ехать в Крым, это просто сесть на автомобиль, пересечь перешейку и уже оказаться у моря. То есть приезжали отдыхать на море, при этом часто привозя с собой весь полный, как говорится, фарш, машины для того, чтобы отдыхать. Как крошечка, сарки, курочки живые, водичка едет в 6-литровых канистрах. Почему она едет? Потому что она вкуснее. На сегодняшний день такой особенности Крым отдыху моря у россиян как потребности не существует. Они готовы платить за это. Они готовы платить, они ничего с собой не везут. Очень интересно рассказывает мой один знакомый предприниматель. У него точки при пляжной торговле. То есть он продает всевозможные аксессуары для отдыха. Он сказал, это так интересно, подходит семья. Допустим, там 6 человек. Мамы, бабушки. И папа говорит, так, кому матрас? Поднимаются руки, кому матрас? Дайте 3 матраса продали. Ласты, кому ласты? Всем купили ласты. И потом все это остается в отеле, потому что они не везут это с собой для следующего отдыха. Они в следующий раз прекрасно это все покупают. Считается, что украинские туристы приезжали для того, чтобы отдыхать, а россияне приезжают для того, чтобы тратить деньги. То есть российский турист, он привык ездить по всему миру, возить с собой определенный капитал, который он вкладывает в свой отдых. Поэтому вот здесь вот к крымчанам нужно, конечно, очень хорошо подготовиться. Я сама неоднократно бываю в отелях. И честно сказать, если там невозможно купить даже пляжного спроса товаров, это огромная проблема и это недозарабатывание. Вот я была в одном очень уважаемом отеле, совершенно неожиданно для себя оказалась на мероприятии, была приятно удивлена, огромные витрины брендированных товаров, все для отдыха и пляжа. И пляжные полотенца, и коврики для того, чтобы отдыхать, и какие-то сланцы, и какие-то панамки, все забрендировано их отелем. Но все это можно купить, например, там пляжное полотенце стоит порядка 300 рублей. То есть это не какие-то сумасшедшие деньги. Так вот, те компании и те отели, которые это понимают, они грамотно строят стратегию. И второй момент. Для россиян наличие Черного моря только в Крыму не является уникальным, потому что есть Краснодарский край, есть Сочи, и уже море не уникальность. Поэтому нам необходимо отточить крымский турпродукт таким образом, чтобы появился его национальный колорит, вот региональный такой особенный местный колорит. Сейчас над этим многие думают, многие спорят, что положить во главу угла, скажем, построение. Но та же самая моя позиция вот по стратегическому развитию Крыма. Я за санаторно-курортный Крым и за сельскохозяйственный Крым. Все-таки против мощного туристического потока. Потому что мы прекрасно знаем, что происходит с памятниками природы и достопримечательницами после того, как огромный поток туристов пройдет. Нужно будет все это восстанавливать. А поскольку это общее достояние и больших денег за это никто не собирает, то нужно будет опять-таки изыскивать какие-то средства, чтобы это все восстанавливать. То есть я за то, чтобы приезжали покупать климатические ресурсы, курортные ресурсы. Это все покупается, потому что путевка на отдых. А вот смотрели Крым, потому что уже оказались в Крыму и заодно и туристы. Вот это сугубо мое личное мнение. И еще один момент, который сейчас тоже во главе угла находится развитие туристической отрасли. Смежные отрасли, например, транспортные. Честно сказать, я много где езжу и такого междугороднего транспорта, как есть у нас, я уже давно нигде не видела. Я не говорю про небезопасности, которыми каждое кресло должно быть оснащено. Я не говорю о том, что, например, в Рыбачье можно уехать не позже, чем в 4 часа вечера. Почему в Рыбачье можно уехать не позже, чем в 4 часа вечера, и в 5 часов идет назад маршрутка? В связи с чем? То есть, что туристы в 4 часа уже должны быть у себя где-то там, где они отдыхают? Вот эти моменты, нерешенность вокруг турпродукта, он ведь состоит из размещения, питания, анимации и транспорта. Вот нерешенность транспортного вопроса – это одна из особенностей. При Украине, опять-таки, большинство туристов приезжали на личных авто, они прекрасно перемещались, и общественный транспорт видели так, из окна личного автомобиля. Российские туристы используют, как правило, сейчас транспорт-самолет или приезжают на автобусе. Для того, чтобы опять не преодолевать все, что связано с переправой. И хотят здесь сервиса. То же самое – аренда автомобилей. Посмотрите на Крым аренду автомобилей. Да, есть компании, да, они сдают в аренду авто, но, честно сказать, дорого и неэффективно. Ну, я в Черногории был в прошлом году, летом. У них аренда автомобиля 20 евро была. Двухместные вот эти вот, я не знаю, маленькие Мерседеси. Вот, притом еще с баком заправленным. Пожалуйста, сел, пепел, и оставил где хочешь, и за это доплачивать не надо, и никакие там взносы не нужно платить. Вот катайся себе, и все. Ну, даже те же, пусть даже по максимуму 25 евро, это сколько сейчас у нас там курс-то, я даже не знаю. Уже привыкли к рублю. Ну, наверное, около 70-80 где-то, наверное, да? Пусть даже если 80, это абсолютно. Ну, пусть еще 600, ну, пусть еще 600, там, ну, 2000 рублей, да? То у нас 2000 рублей, наверное, в сутки, но там куча формальностей, и там есть масса препонов таких юридических, и неудобства, то, что нет везде оборудованных стоянок для того, чтобы как оставлять свое авто, так и брать следующее варенье. Да, и, кстати, это я просто видел на острове, там, остров Святого Степана, и вот там, ну, кафешечки такие, вот, и там просто машины стрелят, то есть это в самом центре, там, в очень дорогом месте, то есть если бы я где-то там искал в интернете, то я думаю, что эта цена была, прайс была раза в два ниже, то есть это я просто вот идем на машине... Сел и поехал. Да, сел и поехал. Это очень удобно, у нас, к сожалению, большинство предпринимателей стараются сделать то, что уже сделал сосед. Это вот такая наша крымская ментальная особенность. То есть вот у моего соседа парикмахерская, вот у него же все хорошо, он хорошо зарабатывает, надо мне открывать парикмахерскую. То есть никто не думает о том, что каждый новый игрок на рынке, на этом же рынке, он на самом деле сразу убивает всех тех, кто там уже давно, по крайней мере, в коротком периоде. Но так у нас не думают, и вместо того, чтобы открывать те бизнесы, которых у нас остро не хватает, посмотрев, что есть в мировом масштабе... У соседей только за границей. Да, подальше чуть-чуть. Соседи в соседе и в нашем прошлом. Да, то есть желательно прямо чего не хватает. А вместо того, чтобы открывать то, что и так, ну, на каждом шагу. То же самое магазины у дома, то есть продукты у дома. Ну, я не знаю, вот у меня есть у дома один магазин, который каждые 6 месяцев сверху клеится аренда. Все, давай о хорошем. Понятно. Так, смотри, о хорошем, это значит, что будете говорить. Значит, по ту сторону экрана, начинающий предприниматель, либо уже действующий предприниматель, посоветуюсь с точки зрения своего опыта, богатого опыта, интересного опыта, ну, вот, изюмин, то, что у тебя вот сейчас прямо на душе. Уважаемые предприниматели, самая главная ваша задача, это найти нужную вам зону риска. Потому что риск и доходность, это одна медаль с двух сторон. Не бояться рисковать, особенно девушки сейчас, если они меня слушают, нужно обязательно рисковать капиталом, не собой, не своей идеей, а капиталом для того, чтобы дело пошло и были заработки. Второй момент, постарайтесь стать уникальным. Уникальным на нашем крымском рынке этого вполне достаточно. Не нужно изобретать какой-то мировой велосипед, потому что пока мировой велосипед раскачается на все мировое пространство, к сожалению, проходят годы, и большинство таких изобретателей, они уже будут признаны после их смерти, потому что просто жизнь закончится. То есть достаточно быть уникальным в рамках региона, и мой совет такой, я сейчас его часто говорю. Нужно понимать, что мир сейчас полон глобализации. Против ты или за, глобализация просто идет. Поэтому необходимо внедрять ту идею, с которой ты хочешь развиваться и продвигаться. То есть нельзя брать проекты тупиковые, которые можно реализовать только вот здесь. То есть он должен быть такой, чтобы он был, как я говорю, на вырост. То есть если проект может вырасти и может развиваться, то тогда будущее этого предпринимателя предопределено. Через некоторое время он, как вы, найдет управленческую команду, оставит на управленческую команду свой бизнес, а сам либо сделает новый проект, либо уедет путешествовать. У нас в гостях в ассоциации была Светлана Солдатова. Спасибо. Спасибо за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok